В эфире АСТВ программа «Итоги дня» в студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! Плюс 16 за сутки. В Иркутской области подтвержден 271 случаи заражения коронавирусом. При этом еще два человека выздоровели. Их выписывают из медучреждений. Шесть умерли, 188 находятся на госпитализации. Тем временем Иркутская область будет выходить из режима повышенной готовности в три этапа. Возможное снятие ограничений после майских праздников будет во многом зависеть от развития эпидобстановки в регионе, подчеркнул глава области Игорь Кобзев. Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал сначала расширить перечень общественных мест, разрешенных к посещению. Это спортивные и детские площадки, затем открыть более крупные магазины, возобновить работу учреждений сферы услуг. И уже на третьем, заключительном этапе разрешить работу всех предприятий сферы торговли, образовательных учреждений, гостиниц, кинотеатров, развлекательных центров. Здесь важно не забывать об обязательствах, которые нам с вами необходимо выполнить перед избирателями, жителями Иркутской области. Моя задача вникнуть в проблемные вопросы бюджета каждого муниципального образования, применить все возможные инструменты и механизмы для оказания соответствующей поддержки со стороны регионального власти и регионального бюджета. 202 жителя Иркутской области оштрафованы за нарушение режима самоизоляции 6 и 7 мая. Часть дела рассматривают в судах региона. Уже поступило более 100 материалов. С 9 апреля государственные гражданские служащие области в составе патрульных групп контролируют соблюдение жителями и организациями мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Проверки продолжаются и на автодорогах. Сотрудники ГИБДД Иркутской области выдали автомобилистам почти 1000 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции. В отношении нарушителей составлено более полусотни административных протоколов. Напомним, в соответствии с указом губернатора Иркутской области, на территории Иркутска и региона с 1 по 11 мая разрешена деятельность магазинов, которые реализуют продукты и товары первой необходимости, а также аптек. Работа торговых центров и торговых домов в этот период не рекомендована. В дачных электричках Иркутской области увеличено число вагонов в период пандемии коронавируса. Это сделано для безопасности пассажиров и соблюдения социальной дистанции. На сегодня в пригородном железнодорожном сообщении региона задействовано 108 поездов. С февраля в них усилен дезинфекционный режим. Все контактные поверхности, поручни, ручки, сидения, наличники, окон обрабатывают специальными дезинфицирующими растворами. А стены вагонов ежедневно обеззараживают и моют до высоты не менее полутора метров. В пассажирских вагонах проводники обрабатывают вагон четыре раза в сутки. На вокзалах и в залах ожидания людей информируют о необходимости соблюдать меры профилактики. Гражданам необходимо по возможности воздержаться от поезда к общественным транспортом и посещением места массового пребывания людей. В случае, если поездка необходима, пользуются средствами индивидуальной защиты. Также воспользуются маршрутами транспорта с низкой загруженностью. Если вы следуете на дачный участок, то необходимо оставаться там по возможности до конца майских праздников. Главная задача экономики сейчас – сохранение бизнеса и рабочих мест. Сегодня на совещании с предпринимателями это отметил глава региона Игорь Кобзев. В области разрабатывают план по выходу из режима самоизоляции. Напомним, список субъектов, которым разрешили, деятельность уже был расширен. Сейчас открыты парикмахерские, службы бытового обслуживания населения, автомастерские, а также ряд непродовольственных магазинов. В регионе также подготовили меры по поддержке бизнеса в этот непростой период. Этот перечень дополнят. Мы разрабатываем региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе на полгода субъекты малого и среднего предпринимательства, освобожденные от оплаты за аренду областного имущества. Также мера была рекомендована для муниципалитетов. Если есть в районах проблемы, то механизм не заработал. Жду информации, обратной связи для координации наших совместных действий. Мы уже с 4 апреля сделали достаточно большой перечень отраслей, которые могут работать. Что касается мер поддержки малого и среднего предпринимательства, особо пострадавших, здесь мы тоже находимся в числе лидеров, потому что мы на сегодняшний день уже спрогнозировали и уже оказываем поддержку малому и среднему предпринимательству в размере 7 практически миллиардов рублей. Жителям региона, которые потеряли работу и получают минимальный размер оплаты труда, предлагают выйти на общественные работы. Это благоустройство, озеленение, проведение сезонных ремонтных работ. Центры занятости уже начинают заключать такие договоры. Первые обратившиеся 227 человек уже скоро приступят к работе. Им будут выплачивать средства в размере максимального пособия с учетом районных коэффициентов. В южных районах это 14,5 тысяч, в северных 15,7 тысяч. Планируется, что в ближайший месяц привлекут около 700 человек. С 12 мая центры занятости населения области начинают работу по заключению договоров с предпринимателями, с муниципальными учреждениями по приему граждан на общественные работы. Я думаю, эта мера у нас востребована. Граждане, обратившиеся, уже заявки в центр занятости подали. Общественные работы будут длиться по желанию гражданина от двух до трех месяцев. Можно, конечно, и более короткий период в зависимости от личного желания гражданина. С начала ограничительных мер Иркутский центр занятости принял уже более 7 тысяч посетителей как очно, так и онлайн. Работает телефон горячей линии. Главная задача сейчас проконсультировать всех, кто попал в сложную ситуацию. Личные приемы проводят только по предварительной записи, чтобы не допустить скопления большого количества людей. Всем уволенным в период времени с 1 марта уже выплачивают максимальное пособие. На сегодняшний день это 3,5 тысячи человек. Вы смотрите «Итоги дня» и мы продолжаем выпуск. Иркутская область вошла в десятку регионов России по количеству проектов победителей. По итогам прошлого года из 327 заявок на гранты 78 проектов получили президентскую поддержку. А уже в этом году по количеству победителей наш регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе. Конкурсы на получение грантов продолжаются и сейчас. Два из них – губернское собрание общественности и сохранение национальной самобытности – правительство Иркутской области запустило накануне. Заявки на участие в них будут принимать до конца июня. Максимальные суммы грантов – 800 и 300 тысяч рублей соответственно. У нас и в том и в другом конкурсе различные номинации, поэтому это могут быть проекты благотворительные, спортивные, на благоустройство двора направленные, на работу с детьми и молодежью. Всевозможные темы, которые направлены на улучшение жизни, ну как бы качества жизни в Иркутской области. Дети многие из бедных семей у нас, их приходится иногда одевать буквально, приезжать в тапочках. Благодаря вот этим накопленному имуществу по гранту мы можем их одеть, обуть, в горы отправить. Все это на транспорт много уходит. Мечты победителей и их потомков. Сегодня артисты Иркутского музыкального театра исполнили заветное желание 11-летней Анастасии Прищеповой. Девочка мечтала попасть на концерт песен военных лет, но, как и все массовые мероприятия, он отменился. Тогда актеры сами приехали к Насте в гости, чтобы почтить память ее прадеда, ветерана Великой Отечественной. Он пошел на войну в звание сержант в должности помощник командира взвода. Потом в 1942 году он попал в плен и получил ранение осколками в ногу и живот. Но, несмотря на это, он потом все равно продолжил службу, все равно потом отправился на войну. Тетушки и мама говорили, что он не любил вспоминать. Видимо, настолько было тяжело переживание всех этих военных лет. Он никогда не рассказывал о войне, и мы даже практически не знали об этом. Настя и ее сестра родились уже после смерти своего прадедушки, ветерана Великой Отечественной Василия Бородая. Но знают о его жизни почти все. И бережно хранят память о своем герое, которую в этой семье передают из поколения в поколение. Наверное, поэтому Настя так любит песни военных лет. И всегда мечтала попасть на майский концерт в музыкальный театр. Собирались пойти в этом году, но все выступления отменили. А у тебя есть любимые песни? Ну, Катюша, наверное, у всех любимая песня, мне кажется. И вот мне нравится песня про дедушка, что там вот, где он жизнью рисковал, что он там от Волги до самого Берлина не гнали немцев. Вот, это у меня тоже любимая песня. Такого исполнения мечты Настя точно не ожидала. Заветный концерт приехал к ней домой. Артисты музыкального театра каждый май поздравляли ветеранов, пели для полного зала зрителей. Но и в этом году их концертная бригада не смогла остаться в стороне от великого праздника. И вот Настя подпевает любимым актерам такие знакомые с самого детства строки. В первую очередь этот концерт организовали в честь Василия Бородая. Артисты решили, пусть это будет подарком Насти от ее прадеда, которого она никогда не видела и который все же сквозь года смог исполнить мечту правнучки. Мы подумали, что будет хорошей идеей почтить его память вот таким вот приездом, таким подарком семье героя от артистов театра. Тем более, что мы сейчас в связи с самоизоляцией не имеем возможности поздравить всех, кого бы мы хотели. Ветеранов все меньше и меньше, но в данном случае дети, внуки, они достойны того, чтобы мы их уже благодарили за подвиг их дедов, прадедов, бабушек, прабабушек. Когда они зашли, это было вообще так прикольно, потому что они так неожиданно вошли. Это было так классно. И вообще было прикольно, что они тут сидели и пели прямо у меня дома. Ты счастлива? Да, очень. Ты будешь этот праздник отмечать всю жизнь? Ну да, да, потому что это День Победы, это вообще, мне кажется, международный какой-то праздник. Ну, все его должны отмечать, я так думаю. Марина Виклемишева, Евгений Шарыпов. А вы оставайтесь дома и смотрите АЭС-ТВ. Составы пригородных поездов на Восточно-Сибирской железной дороге украсили к 9 мая. Снаружи нарисованы георгиевские ленточки, а внутри всех пассажиров ждет исторический экскурс. Так, пригородная электричка, курсирующая по маршруту Иркут к пассажирске «Зима», оклеена фотографиями военных лет и небольшими справками о ветеранах войны, которые трудились на железной дороге. Материал расписан по порядку. О начале боевых действий рассказывают в первом вагоне. Второй оклеен снимками военных операций 42-43-го. Третий напоминает о наступательных походах 44-го. А в четвертом вагоне можно увидеть, как в страну пришла победа. Остановки объявляют голосом известного диктора Юрия Левитана. Поздравления пассажирам в СЖД с Днем Победы записали известные артисты Михаил Боярский, Юлия Рудберг и Дмитрий Маликов. Отменены много мероприятий, перенесены. Несмотря на это, мы решили все-таки воссоздать праздничную атмосферу для пассажиров. И приняли решение, что каждый вагон именно должен сопутствовать одному году войны. Ну и в такой стилистике те бои и сражения, которые именно значимы были в этом году, мы оформляли в данном вагоне. Сама фотовыставка в поездах не исчезнет и после праздника. Познакомиться с ней можно будет в следующие полгода в электричках, курсирующих по маршруту Иркотск-Пассажирский, Черемхова, Зима. И на участках ВСЖД от Тайшета до Лены. А в праздничные дни военную форму 41-го года примерят проводники и кассиры. Над нее шили специально к 9 мая. Впервые в Иркутске 9 мая не будет парада Победы, шествия Бессмертного полка. И даже салют пришлось отменить. Но празднование Великого дня все же проведут. Дистанционно и онлайн. Как будет выглядеть 9 мая в нынешних условиях? Праздничная афиша в обзоре Ирины Белогривой. День Победы всегда собирал много людей. В этом году, 9 мая, россияне будут праздновать по домам. Впрочем, вместе спеть военные песни все же получится. В 12.00 в Иркутских дворах выставят звуковое оборудование. Зазвучат знаменитые «Катюша» и «День Победы». Спеть их хором с соседями можно будет, выйдя на балкон или открыв окно. В рамках акции «Окна Победы» у домов, где живут ветераны, выступят фронтовые агитбригады. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. В 15.00 Иркутская область затихнет. В регионе проведут минуту молчания. В это время звуки метронома будут слышны по всем радиоканалам. В течение всего 9 мая Иркутский музыкальный театр, Тюс Вампилова, Театр Кукола и Стенок, Областная филармония и Иркутская драма на своих ютуб-каналах будут показывать записи концертов военных песен и спектаклей. Музеи откроют тематические видеоэкскурсии, покажут поздравительные онлайн-открытки. А в 22.00 акция «Свет памяти» завершит празднование. Чтобы в ней поучаствовать, нужно выключить дома свет и включить фонарики в окнах. На подоконниках поставить портреты своих героев и тружеников Великой Отечественной. И обязательно рассказать младшим о той войне, чтобы помнили. Ирина Белогривая, а вы оставайтесь дома и смотрите АйС-ТВ. Более 5000 фото уже в бессмертном полку, который пройдет на АйС-ТВ в телеформате. Они продолжают и продолжают поступать. Их присылают на электронную почту со всей области и даже из соседних регионов. Их приносят в редакцию люди, которые чтят память своих героев. Уже две недели сотрудники нашей редакции занимаются оформлением фотографий, чтобы не пропустить ни одно присланное драгоценное фото. Мы даже не ожидали, что будет такое количество фотографий. В связи с этим мы сегодня, скорее всего, даже останемся ночевать здесь. Прямо на работе будем ночевать, чтобы постараться выдать все фотографии ветеранов, которые нам прислали. Но сейчас мы обработали уже больше 5000 фотографий. Трансляция бессмертного полка будет идти завтра, 9 мая, весь день с 6.30 утра и до ночи на АйС-ТВ. Прием фото мы завершаем и благодарим телезрителей за отклик и участие в нашем проекте. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что вместе с нами подвели итоги дня. Я поздравляю вас с наступающим великим праздником. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok